митрополит мануил лемешевский договорившись с игуменом об условиях приема в обитель и о сроке приезда виктор лемешевский отбыл домой начались приготовления они проходили в строжайшей тайне от родных впрочем мать таинственно была предупреждена об уходе виктора в монастырь за несколько дней до его поездки в пустынь рано утром 4 марта вера ивановна проснулась от голоса ясно говорившего в этой семье будет божие благословение а немного спустя после этого 8 марта в 7 часов утра она видит совершенно явно не во сне как в ее комнату открылась дверь и вошел отец иоанн кронштадтский в облачении у митрии с крестом в руке подойдя к ней батюшка молча благословил ее и удалился почувствовала мать что что-то должно произойти в их семье но что именно она не могла уразуметь до того дня когда все это свершилось виктор подал прошение об отчислении его из университета не указывая подлинных причин своего ухода а теперь за письма надо всех успокоить и предупредить и прежде всего любимого брата павла уезжай спокойно плавание на лето пишет виктор в кронштадт брату за тебя буду возносить горячие молитвы братом твоим к престолу славы господа бога нашего помни в сердце своем великую милость отца иоанна будь кроток и ласков с родителями и помяни мое слово удачу обретешь ты на службе тебе много дано и много взыщется храни в сердце своем господа и с ним не страшись ничего горячо любящий тебя твой брат витя 23 апреля 1910 года затем письмо домашним в котором извещает их что он покидает дом и ровно через два года приедет повидаться с родными это письмо было оставлено на столе матери же написал особо и в самый день отъезда опустил письмо почтовый ящик на варшавском вокзале наконец-то нашелся исчезнувший сколько слез сколько радости полетели первые письма наполненные скорбью и тоской о сыне беглеце с просьбой и мольбой о возвращении или хотя бы только повидаться с ним и посмотреть на него каков он есть но как не плачевны были письма из родительского дома однако они не сломили железной воли виктора искушение было побеждено и вспомнила тогда мать виденный ею сон в одну из апрельских ночей 1910 года стоят будто все в церкви вся семья церковь низкая старинная полутемная открыты царские врата и священник выносит чашу для причащения священники этом вера ивановна узнает преподобного сергия радонежского вдруг от них отделяется витя и подходит к чаше испуганная она кричит вслед сыну он не готовился преподобный же ответил ей оставь его он нашего рода он всегда готов и причастил вспомнила она об этом и не стала тревожить сына пусть спокойно спасается и молится о ней и о всех родных пред богом и послала ему свое родительское благословение год и один месяц проходил виктор искус послушание на 2 июня 1911 года был назначен его постриг монашество на пострижение прибыл архимандрит феофан настоятель борисовского новоторгского монастыря и благочинный новоторгских монастырей старец лет 83 возник спор о имени постригаемого архимандрит желал назвать его николаем игумен варсонофием вспомнил отец настоятеля о третьем имени мануил сказанном виктору в церкви порешили кинуть жеребий накануне посрыга в келье отца игумена около икон близ евангелия положили три записки с именами николай варсонофи и мануил призвали виктора помолились и повелели ему тянуть жребий бери среднюю ясно услышал виктор говоривший ему голос взял среднюю на записке имя мануил что означало на русском языке божие определения 2 июня заранее обедней виктор был пострижен с именем мануил в честь мученика мануила память которого церковь совершает 17 30 июня скетальческая жизнь святителя временами озарялась небесными утешениями так в апреле 1936 года когда он жил в орлове розове совхозе в сонном видении явилась ему его мама и ободряла его в скорбях митрополит санкт-петербургский и ладожский иоанн источник митрополит мануил лемешевский